доброе утро у нас сегодня 12 не случайно 12 каст нашей передачи еженедельной который называется завтра беседа библии и сегодня у нас рождество сегодня мы празднуем рождество и я пригласил поговорить на эту тему одного из своих близких очень друзей которые со мной изучают слово божье вместе библейском колледже он во многом является моим коллегой мы с ним оба являемся ведущими на телеканале tbn так или иначе мы пересекались у марка конечно опыта больше работы на телевидении чем у меня мы с ним оба являемся евангелистами мы оба изучаем слово божье мы оба являемся служителями церквей нового предприниматели марк является исследователем я знаю что марка вообще 12 цифра 12 она любимая цифра у него все связано с цифрой 12 потому что он свой бизнес построил на основе 12 стиха книги бытия я себе зачитаю вам зачитаю на 12 стих книги первой главы книги бытия и произвела земля зелень траву сеющую семя породу ее и дерево приносящее плод в котором семя его породу его и видел бог что это хорошо и сегодня праздник который вызывает очень-очень очень много разных мнений по поводу того праздновать его не праздновать его если праздновать то как кто должен этого праздника и так далее теория рождества и история этого праздника она настолько на самом деле разноликая и разнообразно, что сегодня уже трудно понять, что пришло к нам из христианства, что пришло к нам из язычества, что привнес сюда Мартин Лютер, что привнесла сюда русская православная церковь и так далее. Особенно в протестантизме это такая тема, которая всегда вызывает бурные дискуссии. Некоторые там чуть ли не анафеме предают тех, кто празднует с елкой. Некоторые говорят, что елка должна быть обязательно. В общем, короче говоря, есть много мнений. И поэтому мы сегодня будем говорить на эту тему. К нам постоянно подключаются люди. Я просто вижу, что то приходят, то уходят. И сейчас я хочу предоставить слово Марку, чтобы он о себе немножко рассказал, как он видит этот праздник, а потом мы поговорим с вами уже на библейской основе о том, что это такое и как мы это видим каждый из нас. Марк, микрофон твой. Окей, сейчас одну секундочку. Я где-то просто потерялся, по всей видимости. Среди разных совершенно закладок. Одна секунда. Да. Так, все. Те вопросы, которые вы пишете в чате, мы на них ответим обязательно. Пишите в чате вопросы. Мы на них обязательно ответим. Поговорим на эту тему обязательно. Марк, если можно, камеру чуть ниже опустить, чтобы у тебя голова была у кадра, а не внизу. Окей, замечательно. Я буквально несколько вопросов. Если есть какие-то вопросы, у нас они справа. Правильно я понимаю, да? Да. Совершенно верно. Окей, друзья, доброе утро. И хочу, наверное, в эти дни пожелать, вне зависимости, как спрашивают, я не знаю, как вас зовут, но под ником кокетка, заданный вопрос, почему Рождество празднуется в разное время, я хочу пожелать вам в разное время, каждый день вспоминать о том, что Спаситель родился. Это самое главное. Вне зависимости от антуража, вне зависимости от того, что вокруг себя в каждый разный день, кто встречает Рождество, обставляет, не забывайте, что прежде всего Господь не хотел бы и не хочет. Наверное, все-таки нужно быть более не сентиментальным, а понимать, что Бог – это Бог, это не парень из пивного бара, это не дружок, это, конечно, тот, кого мы любим, это тот, который наполняет нас. Агапы своей божественной любовью, каждый по достоинствам, как мы этого заслуживаем, но все-таки это царь. Представьте, что это царь, это больше, чем царь, это царь царей. И представьте, что буквально во всех своих шагах, как мы видим в Библии, он просто-напросто говорит, что нету никаких для вас идолов, нет для вас ничего на то, что вы молитесь, на то, что вы просите, от того, кого вы просите, только я Бог ваш. Окей? Поэтому вне зависимости от того, как люди себя обставляют шариками, елками, либо еще чем-то, нужно знать одну вещь, что мы должны вспоминать о Рождестве Христовом каждый Божий день. Это самое главное. Конечно, немного о себе, как сказала Виэль, не совсем скромно будет, но в действительности, да, 12. 12 очень важно. Если вы просмотрите по всему Писанию, то 12 присутствуют везде, 12 апостолов. 12 стих первой главы Бытия, который процитировал великолепно Виэль, это все правильно. И почему именно этот стих? Потому что я на протяжении очень многих лет, лет 20, я считаю, что все, что есть вокруг нас, все, что дал Господь нам, есть не что иное, как инструментарий для того, чтобы жить здорово, как у вас говорят в российской передаче, если кто-то из России, либо для того, чтобы жить в здоровье, в здравии. Окей? Это очень важно, потому что Господь, обратите внимание, задолго, задолго это очень важно понять, всего было 6 дней, потому что на седьмой день Господь почил, целых 6 дней, возможно, это было 6 миллионов лет, я не знаю, но целых 6 дней Господь шел к венцу своей славы, к созданию человека, первого человека. Оправдал он его надежды, либо нет вопроса, второй, но обратите внимание, как скрупулезно Господь все подготавливал. Мы иногда вот эту самую короткую главу Писания, читаем как сказку, раз, и все это пролетело, факты. Окей, день первый, день второй, ну и че. Поверьте, если вы прочитаете сегодня же эту главу по новой, вы увидите огромное количество откровений для себя. Именно с этой главы, на мой взгляд, начинается понимание Господа. Господь предусмотрел все, обратите внимание, что каждая трава, каждое дерево, сище конкретно ее семена. Речь идет о том, что каждая веточка, каждая травинка предназначена для выполнения определенной функции. А теперь подумайте только об одном. Там нет упоминания о лекарствах, там нет упоминания о каких-то формулах химических, там нет упоминания об аптеках, о врачах и так далее и тому подобное. Изначально, если вы знаете Библию, Господь предусмотрел для человека совершенно растительное питание. Если кто-то не знает, то первое мясо, которое было опущено в желудок, хомо сапиенс, так мы назовем человека разумного, для тех, кто понимает это больше, было опущено, когда кому Господь разрешил первому есть мясо, ною. Окей? А до этого мясо нигде не упоминается. И обратите внимание, что до этого, посмотрите, сколько жили люди, 900 лет, 800 лет. То есть, вы понимаете, да, о чем? О том, что вся та система микроминералов, каких-то растительных добавок, пищевых добавок, я адаптирую на 2015 год, конечно, понимание, все это находилось в той самой пище, в той самой пище, которую произрастала земля. Иудейский такой знаменитый Рамбом, который в своей теории оздоровления человека написал, на еврейском звучит как «Ию мезонотеха литруфотеха», то есть «И да будет пища твоя твоим лекарством». То есть, да, его толкования основывались как раз на Библии, то есть на Торе. И действительно, это мудрость человеческая, это слава Господне, да так можно называть, это слишком глубоко для того, чтобы за 20 минут вам объяснить, что это. Поэтому у каждого есть время, дни свои, и я бы рекомендовал уделить эти дни для того, чтобы вы изучали, что это такое. Это достаточно такой важный момент. Авель? Да, давайте вернемся к Рождеству, потому что понятно, да, я просто напомню, что Марк является микробиологом, исследователем, он является владельцем собственной компании, где вся продукция основана именно на таких библейских откровениях, откровениях, где все, что мы потребляем из этой продукции, это продукция, которая связана с травами, с деревьями, с растительностью и так далее. То есть, с органической, будем так говорить, составляющей нашего мира. И поэтому, собственно, вот это было такое вступление. Давайте вернемся к Рождеству. Евангелие от Луки, 1 глава, с 30 стиха. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Вот когда мы читаем этот стих, вот почему именно Мария обрела благодать у Бога? Почему она не кто-то другой? Почему, например, Елизавета, ее родственница, которая, как мы знаем, родила Иоанна Крестителя, почему она не обрела благодать у Господа? Все-таки жена первосвященника, человека, приближенного к Богу, причем первосвященника одного из любимых Богом первосвященника Захарий. Пророка. Почему вот именно Мария? Мы ведь не находим этому объяснение нигде, но тем не менее мы почему-то слышим очень часто различные, ну, будем так говорить, течения религиозные, которые поклоняются Деве Марии, почему называют ее Девой, при всем, при том, что у нее было куча детей. Но тем не менее называют ее Богородицей. И почему именно Мария? Почему не Елизавета, например, или Решева, как ее называют, это сама Библия? Почему не другая какая-то женщина? Почему именно Мария? Есть ли у тебя ответ на этот вопрос? Потому что у меня нет. Я вот хотел послушать, может быть, кто-то сможет мне ответить на него. Ну, если можно, наверное, я все-таки что-то хочу сказать. Если мы уже коснулись Марии, то прежде всего нужно, наверное, распечатать определенный миф о том, что миф Мария, как это в католической конфессии называется? Пресвятая Дева Мария. Окей, Пресвятая Дева Мария. Никто не оспаривает того, что Господь коснулся этой женщины, избрал ее для того, чтобы она принесла его в мир через чрево ее, но вместе с этим Дева. Знаете, есть такое понимание того, что как, извините, я телефон отключу, как бы это могло быть, и как бы это выглядело, представьте, женщина родила ребенка, при этом осталась девственницей. Окей, это совершенно аномально, и по кламу Господнему, женщина, которая рожает, не может оставаться девственностью. То есть, конечно же, Virgin Bird можно перевести как рождение девственницы, но вместе с этим она не была, конечно же, матерью спасителя, и при этом оставалась девственницей. Зачатие, конечно же, было непорочным. Но сам факт рождения Иешуа, Иисуса, лишил Марию девственности. Окей? Поэтому она, конечно же, была не девой. Теперь я хотел бы сказать такую вещь, мое личное мнение относительно Иисус либо Иешуа. Меня часто спрашивают, ну, какая разница. Окей? И в действительности, я думаю, что для Господа разницы особой нет. Но давайте представим простую ситуацию. Я не знаю, на примере кого, давайте возьмем кого-то нейтрального. Хотите Барак Обама, нехороший пример, конечно, но все-таки Барак. Окей, представьте, что это президент могущественной страны Соединенных Штатов. И это всего лишь Барак Обама, маленький по сравнению. Вообще никто по сравнению с Иешуа, с Иисусом. Вот представьте, что Барак Обама приходит к вам в дом. А вы, ну, почему-то, зная, что он Барак, называете его Борисом. Я думаю, что у вас даже не закрадется мысль такая, назвать Барака Обаму Борькой. Окей? Вне зависимости от того, что, возможно, в какой-то транслитерации это будет, ну, как-то вот носители русского языка. Ну, неважно. И я думаю, знаете, мне как-то один человек сказал, Марк, ты знаешь, я, конечно, всегда называл Иисуса, это был англоязычный человек, Джизус. Окей? Но твои слова настолько открыли мое сердце, что я не могу больше его называть Джизус, если я знаю, а Господь сто процентов знает, что я это знаю. Ты мне об этом сказал, что он Ишо. И в этом действительно очень важный момент. Если человек, верующий, принимающий Господа, верующий в Ишо, знает, что его зовут не Иисус, не Джизус, не Иса, а Ишо, то, наверное, язык не повернется уже называть его Иисусом. Хотя я еще раз повторяю, что это зависит лично от позиции каждого из вас. Поверьте, что все внешнее, это совершенно неважно, это из праха вышло в прах и уйдет. Но сердце, которое есть у каждого, позволит ли оно вам после того, как вы знаете, что сам Господь нарек имя Ишо, да, называет Иисусом. Мы обсуждали, да, буквально вот недавно, пару дней назад, в завтраке с Библией, когда... А, окей, это было уже. Да, ну, было, но тем не менее, может, многие не слышали. Почему имя Иисуса никто не знал, имя Спасителя, будем так говорить, никто не знал до Его рождения? Представляете, я вот всегда говорю, что у Бога все-таки, мы читаем в Библии, что Он там гневается, что Он там прощает и так далее. Но еще, если уж мы говорим, что у Бога есть, а мы созданы по образу и подобию Бога, если у нас есть чувства, да, то у Бога-то однозначно они есть. И одно из чувств, которые присущи Богу, это чувство юмора. Потому что, ну, представь себе, да, Израиль, даже пусть 2000, пусть даже 3000 лет назад, и Бог объявляет через своего пророка, как будут звать Спасителя, да, предположим. Он называет его в данном случае Эммануэль, да, там, в переводе означает «С нами Бог». И вот представьте себе, каждая еврейская мама хочет, чтобы ее ребенок был Спасителем, и называет его Эммануэль. У нас было бы такое состояние, когда каждый там первый мальчик со временем рождался бы под именем Эммануэль. Я помню, когда здесь в Израиле праздновали 60-летие независимости, я тогда работал руководителем отдела телемаркетинга одной страховой компании. И мы продавали там страховки для новорожденных, звонили всеми и спрашивали «Здравствуйте, мы поздравляем вас с тем, что у вас родился мальчик». Ну, мы знали, кто родился, мальчик или девочка, потому что нам сообщали из роддомов, соответственно. И мы не знали, как его зовут, потому что в роддоме обычно имя не присваивают, присваивают после обряда обрезания. И мы звоним и говорим «Мы поздравляем, что у вас родился мальчик или там девочка. А как вы его назвали? Они так говорят, мы назвали его Юваль. Юваль в переводе с иврита это юбилей. Юваль или ювель, неважно, один и тот же корень. И вот каждый, кому мы звонили, буквально каждый второй называл своего мальчика и девочку Юваль и считали, что это оригинально. Представьте, то же самое было бы у нас в 2015 лет назад, скажем, весь Израиль Эммануилов, больше никого. То есть говоришь Эммануил, оборачиваются все. У Бога есть чувство юмора и он по-разному называет имя Спасителя, и мы знаем, что и назвал его Советник Чудный, и Отец Вечности, и Князь Мира, и Бог Крепкий и так далее, и Эммануил. И в данном случае пророчество о том, что будет наречено имя только перед рождением, оно вот сбылось как раз в Иисусе. Мы читаем это опять же здесь же, в Евангелии от Луки 2 главе, когда ангел продолжает говорить с Марией, и говорит, и вот зачнешь, это 31 стих, и вот зачнешь ты в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Ну, мы знаем, что Иисус – это грекоизированное имя Иешуа, потому что в греческом языке нет буквы Ша. Мы с Марком, кто как не мы с Марком знаем, что есть, а что нет в греческом языке, мы с ним вдвоем изучаем древнегреческий язык. И когда переводили имя Иешуа, оно как раз и звучало на греческом как Иисус, потому что нету слова, буквы Ша в греческом языке. Кроме всего прочего, слово Иешуа означает спасение, и не просто спасение на иврите, на иврите – это Иешуа, а на арамейском – это Иешуа. И греки просто взяли, недолго думая, что называется, перевели слово Иешуа, как спасение, и получилось, что вот это вот окончание «ос» в конце имени Иешуа, да, он должен был называться, если он Иешуа, то на греческом он должен был называться Иису. Да, то есть, если брать корень, переводить, писать его греческим вуком, он должен был называться Иисус. Но почему они написали его Иисус именно, а не Иису? Потому что они перевели слово «ешуа» как «ешуа», то есть как спасение, и просто недолго думая, назвали его Иисусом. Поэтому на самом деле, вот в продолжении того, что Марк говорил, дальше написано в 32 стихе, «И он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца своего, и будет царствовать над народом Якова вовеки, и царства его не будет конца». Чуть позже мы в этой же главе почитаем, когда ангел сказал Иосифу, что Дух Святой, то есть не зашел на нее, и родит она сына, и назовешь ему имя Иисус, то есть «ешуа», потому что он спасет свой народ от грехов. Именно в таком значении написано в греческом языке. «Ибо спасет свой народ». Почему свой народ? Казалось бы, да, я могу выйти сейчас на улицу и сказать, «Израиль – это мой народ», или вы выйдете, скажете, где вы живете, в России, скажем, или в Англии, скажете, «А англичане – это мой народ». Но когда мы читаем Святое Писание, это немножко не так звучит. Кто говорит слово «мой народ»? «Мой народ» говорит обычно только Бог. И в данном случае это еще одно подтверждение того, что Иисус родился на 100% человеком и на 100% Богом, потому что он говорил, ангел сказал Иосифу, и он спасет народ свой от грехов его. То есть фактически получается, что Иосифу сообщили, у тебя родится Бог. Представляете, вот если бы вам пришли и сказали, у тебя родится Бог, вы стали бы долго сопротивляться тому, что говорит человек, милая и сущность, ангел в данном случае, который вам в этом говорит. Поэтому на самом деле назвать Иисуса Иисусом можно только потому, что так написано в русском переводе. Все равно, что мы называем Шекспира Шекспиром, да, хотя у нас там, где он не Шекспира, Шекспайр. Поэтому здесь как бы большого значения не имеет, да, но зная, что Иисуса зовут Ешуа, конечно, стоило было бы назвать его Ешуа. Иначе получится, как с нашими потомками первосвященников. Еврейские фамилии Коэн в России стали Коганами, потому что буквы Г в русском языке нет. И поэтому Коэн стал Коганом. Ну, значения этого как бы большого не имеет на самом деле. Я думаю, что с этим у нас все в порядке, как бы никто не чувствует угрызений совести. Ну, я так думаю, по крайней мере, если мы назовем Иисуса Иисусом или Ешуа, или, может быть, на английском языке Jesus, хотя сегодня очень много американцев, все-таки англоязычных, они все-таки употребляют больше слова Ешуа, чем Jesus. Окей. Что же такое праздник? Ну, потому что они знают, что Барака Обама все-таки у них пример, Борька иди назовешь. Ну, да, он Хусейн, как бы, он Барак Хусейн Обама. Ну, ладно, поставим Обаму в покое. Говорят, что он принял христианство, если так. Любовь всему верит, написано, возможно. Я очень надеюсь, на самом деле. Но вера без дел мертва, исходя из того, что он делает, что-то мне не верит. Ну, и ладно. Да, оставим его наедине с Господом, ибо каждый ответит за свои действия только перед Богом. Да, совершенно верно. Вопрос. Что же такое праздник Рождества? Что мы празднуем в Рождество? И вообще празднуем ли мы Рождество в правильное время? Вот недалее, чем вчера, один из моих хороших знакомых написал мне почему-то в личку, прислал статью о том, что же празднуют люди 1 января. И автор этой статьи написал, что люди 1 января во всем мире празднуют обрезание Господня. И все как бы изложил по полочкам, все красиво на 8 день, то есть как положено. И почему же его перестали называть праздником обрезания Господня и стали называть его Новым годом, потому что там вмешались, значит, антисемиты, нацисты и так далее. Ну, и он прислал мне, значит, сообщение, типа, хотелось бы знать твое мнение. На самом деле мы знаем, что... Итак, мы знаем, что мы не знаем точную дату рождения Иисуса. Потому что мы знаем, что сегодняшнее летоисчисление, оно григорианское, и в нем 365 дней в году. И бывает, что 31 день в месяц. А летоисчисление того времени было иудейское. И там 30 дней в месяце, как ни крути, и 360 дней в году, как ни крути. Поэтому, если мы говорим о 33-х годах земного служения Иисуса, мы говорим о том, что 150 с лишним дней добавилось, когда пересчитывали все это на григорианский календарь. То есть фактически, если даже только в расчет брать эти 165 дней или 155 дней, то Иисус родился на полгода раньше. То есть получается, что Он родился где-то там в районе Песоха, приблизительно, а может быть чуть позже. Но это как бы не является основной доктриной. Ведь не зря в Евангелии нигде не написано точная дата рождения Спасителя. Обратите внимание, кто знал о том, что родился Спаситель? Ну, тоже вот версия, имеющая право на существование. Да, совершенно верно, что Он родился на Суккот. Возможно. Опять же, это не доказано никем, нигде, потому что, если бы мы знали точное время рождения Иисуса, мы бы, наверное, праздновали этот день. Но даже дело не в этом. Пускай установили... Наверное, тогда бы в дело вмешались астрологи и выложили бы нам полностью доктрину по астрологическому прогнозу, кто есть Иисус, Ишуа, когда Он вернется, придет. То есть Господь скрыл от нас саму эту возможность поизмываться над Ним. Да, потому что звездочеты были и тогда, и это совершенно Богу неугодное дело, все эти гороскопы, все это колдовство и так далее. И на самом деле, как бы, имеет ли значение? Для меня лично не имеет значения дата рождения Иисуса. Для меня имеет значение факт рождения Спасителя, потому что я вижу в Иисусе... Библия говорит нам, что наш Новый Завет – это Иисус. То есть на самом деле является ли Иисус сам по себе Новым Заветом? Для меня он является не Новым Заветом. Для меня Новым Заветом является Завет с Давидом, который мы читаем в книге Царства, 7 глава, 14 и 16 стихи. Это и есть Новый Завет с Давидом. Но когда мы говорим об Иисусе, он явился как раз тем самым воплощением Нового Завета, который Господь обещал Дому Давидову. И когда Иисус уже умирал на кресте, то есть в своем человеческом обличии он умирал на кресте, и последние его слова были «свершилось». Что именно «свершилось»? А «свершился» как раз тот самый Новый Завет. То есть если до того момента люди еще сомневались, да, нет, да, нет. Вы же читаете Евангелие, там, что бы он ни сделал, ученики ходили рядом с ним и уверовали они, да, и уверовали они. Три года и уверовали, и уверовали. Три года прошло, он уже вознесся, он уже явился к ним сквозь закрытые двери. В новой платье они все равно еще некоторые даже, Фома неверующая, не верили в то, что он явился. Но сам факт того, что Господь настолько любит мир, что он, обещав однажды дать Спасителя для того, чтобы мир, который он создал, не погиб в своих грехах, полностью погрязший в них, а именно Спасся и имел жизнь вечную, вот это и есть для меня значение праздника Рождества, лично для меня. То есть я могу хоть каждый день, то есть как я могу отмечать каждый день воскресения Христа, так я могу отмечать каждый день Рождества Христа. Потому что для меня сам факт является важным событием. Я считаю, что вот в этом и проявляется та самая безграничная, безусловная, любовь Бога к людям, к земле, которую он создал, потому что он послал сына своего единородного, чтобы каждый верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому факт рождения, он является для нас основополагающим, ну для меня, по крайней мере, основополагающим. Просто церковь так решила, что 25 декабря по Григорианскому календарю будет праздноваться Рождество Христово. Что для тебя праздник Рождества? Ну, прежде всего, наверное, хотел бы сказать, ну если мы говорим о Рождестве, да, и мы говорим сегодня, как раз 25 числа, когда, наверное, большая часть христианского мира отмечает Рождество. Почти 2 миллиарда, да. Да, ни много ни мало. Но, на мой взгляд, все-таки есть ошибка, ошибка по одной простой причине. По крайней мере, давайте начнем не со дня, а с года, потому что еще он был рожден, на самом деле, до Рождества Христово. Это важный момент. Возможно, в 4 или в 5 году до Рождества Христово. Скорее всего, в 4 году, судя по годам правления Ирода или Ордуса, как его называют. Совершенно верно. Ну, в действительности было поручено, окей, летоисчисление современное, скажем так, современное летоисчисление провести монаху по прозвищу Малый, окей. Он жил приблизительно, он жил в Риме в 475-550 году, на нашей эры, соответственно. И он был скиф, монах, Дионисий Малый. Почему Малый? Потому что это не связано было с ростом, как легенды нам приносят, а это было связано с его кротостью. То есть он настолько был кроток, что совсем был маленький, не видно, не слышно. Он прекрасно владел как латынью, так и греческим языком. Вы понимаете, что в Риме, в Древнем Риме, говорили на латыни. То есть он был не микрос, а фронимус, да? Он был фронимус, да, на древнегреческом. И поэтому, в принципе, по поручению Папы Римского Иоанна I, обратите внимание, в 525 году он составлял пасхальные таблицы. Через 200 лет после Никейского собора, после первого Никейского собора. Да, да, да. Совершенно верно. Повторяю, запишите, в 525 году, ну, все-таки вы должны нести какую-то информацию после сегодняшнего события. Так вот, что такое пасхальные таблицы? Пасхальные таблицы, они для того, чтобы можно было знать, например, в 2020 году, в какие дни будет Пасха. Ну, оставим сейчас Пасха и оставим сейчас то, что вытерли вообще все, что касается еврейской традиции и вообще самого еврейства Спасителя и всех апостолов. Мы сейчас эту тему трогать не будем. Мы сейчас... Я тебя перейдю, я тебя перейдю, секунду, секунду. Вот в этой статье, в которой говорилось о том, что Новый год – это день обрезания Господня, я, как бы, когда писал комментарий к этой статье, я написал там, что Иисус все-таки был евреем. Как ни крути, да? Он был евреем, он родился в Израиле, и я, будучи евреем, рожденным, правда, не в Израиле, но живущим здесь, ни разу не видел, чтобы мальчика, который родился на восьмой день, был обрезан, чтобы ему через восемь дней после его дня рождения каждый год праздновали день обрезания. Понимаете? Поэтому, как бы, это совершенно не... Абсолютный абсурд, да, что 1 ноября отмечалось. Хотя на самом деле в православном календаре есть праздник обрезания Господня, день обрезания Господня, он действительно отмечается 1 января, но, по-моему, это все притянуто за уши. Ну, действительно, притянуто за уши, но, в принципе, я хотел бы все-таки, чтобы мы саму эту историю, потому что, ну, возможно, для тех, кто сейчас нас видит, слышит, и кто услышит, в будущем это будет интересно. То есть, вернемся мы все-таки на почти, обратите внимание, на почти полторы тысячи лет назад, если быть точным, мы возвращаемся сейчас на 1490 лет назад Рому, то есть в 525 год. И тот самый монах, как вы помните, Дионисий по прозвищу Малый, по поручению Папы Римского Иоанна I в 525 году составлял пасхальные таблицы. Я уже объяснил, что такое пасхальные таблицы. Так вот, отказавшись от тогдашнего летоисчисления, обратите еще внимание, что тогда было какое-то летоисчисление. Я объясню, какое. Оно начиналось от первого года правления Юлиана. Нет, нет, жестокого гонителя христиан римского императора Диалектиана. Да, да. Так вот, он предложил новую систему счета годов. Вот при этом Дионисий исходил из того, что Иисусу, когда он начинал свою проповедническую деятельность, обратите внимание, речь не касалась рождения, даже его, было около 30 лет. То есть, по Евангелию от Луки. Что распят он был в канун Иудейской Пасхи при императоре Тиберии. Используя уже существовавшую методику исчисления дат Пасхи на тот момент, с учетом солнечного и лунного календарей, он установил, что воскресение Ешо, оно приходится на 25 марта 31 года от его рождения. Это все запутанно, но все-таки я сегодня хочу вам приоткрыть завесу этих тайн. Так вот, в 8-9 веках летоисчисление, введенное Дионисием Малым, широко распространилось в странах тогдашней Западной Европы вместе с его пасхальными таблицами. Это все использовалось в Средневековье кем? Что было в Западной Европе? Католической церковью. Окей? И вот, кстати, Дионисию принадлежал также ряд трактатов об исчислении времени празднования Пасхи. То есть, он как раз был специалист именно в этой области. И это немало поспособствовало урегулированию древнего спора, потому что, на самом деле, дата, вот Аберил перед этим сказал, никто не знает дата рождения. И вот дата, она всегда была каким-то спором. И каждый из пап, который был, либо каждый из императоров, который был, либо каждый, который в руках держал какой-то власть, предлагал вести совершенно свою дату. И, наверное, было бы, на самом деле, вам интересно, какие вообще были варианты. Знаете, как всегда, есть какие-то варианты. И здесь я скажу, что вариантов было много. Каждый хотел оставить именно и варианты были следующие. 12 января и, например, Климент Александрийский утверждал, что Иисус родился 20 мая. И политримский как раз говорил про 12 января. Кто-то говорил про 21 марта, 25 марта, 18 апреля, 19 апреля, 29 мая, 17 ноября, 20 ноября. даже 50-й туда родился. Совершенно верно. То есть, это не что-то новое. Но здесь, на мой взгляд, нужно просто взять и решить, что Господь скрыл от нас эту дату. И мы не знаем, когда родился Спаситель, мы не знаем, когда родился Ишо, то есть, мы не знаем, когда точно, точно, в какой день мать Ишо, Мирия, окей, родила своего сына зачатого, непорочно зачатого. Однако, все-таки мы можем предполагать, мы, наверное, вернемся к этому чуть-чуть попозже, но все-таки мы можем предполагать, что это никак не было зимой. Однозначно. Я хотел заметить, одну секунду просто, если мы говорим про зиму, да, я напоминаю, что, давайте, Евангелие от Луки, 2 глава, 6 стиха. Когда же они были там, где там, то есть, в предместе Иерусалима, куда, вернее, в предместе Хавифлеема, куда они должны были прийти, потому что Иосиф был родом оттуда, из города Давидова. Когда они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и сперенав его, положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Для справки, его обычно рисуют, как эти ясли рисуют, здание какое-то, сооружение, какой-то сарай, в котором есть там коровы, козы, овцы и так далее. На самом деле, в то время, особенно в горах, негде было построить такое сооружение. Обратите внимание, все это рисуется обычно на какой-то равнине и так далее. Это было в горах, Вифлеем находится в горах. И тогда пастухи использовали пещеры для того, чтобы там устраивать вот эти вот вот эти ночлеги. То есть, эта пещера закрывалась, вход в нее закрывался, и все стадо находилось там внутри, и выйти оттуда было невозможно. Пастух лежал у двери этого стада, он спал там, а все стадо находилось внутри. И таким образом, вот эти вот сооружения, они были внутри пещеры. И ясли находились внутри пещеры, соответственно. Поэтому, о какой зиме может идти речь? То есть, вы представляете, насколько там было бы холодно, если бы это все происходило именно там. Я не думаю, что они захотели бы даже подумать на тему переночевать в пещере, тем более с беременной женщиной. Потому что зимой в Иерусалиме, там вообще на Иудейских горах просто холодно до минус несколько градусов. Это реально не выносим, тем более в каменной пещере. Поэтому понятное дело, что это было не зимой однозначно. Это было, скорее всего, где-то в районе, может быть, весна, лето, осень, где-то так, но никак не зима, по-любому. И почему скрыли от нас туда? Вот здесь, опять же, в Евангелии от Луки написано, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. То есть, это было ночью, поэтому Рождество отмечается в ночь с 24-25. И, опять же, символично 24-25. И здесь написано, когда мы читаем в разных писаниях, в разных вариантах писания, что они увидели звезду. Теперь представьте себе, сегодня проехать от Иерусалима до Вифлеема, скажем, это 8 километров, примерно 8,5 километров, можно на машине за несколько минут, если напрямую, да? Но если не напрямую, то там через полчаса будете в Вифлееме. Тогда все это нужно было проходить пешком, тем более пастухам, тем более со стадом. Когда они увидели Вифлеемскую звезду? Сколько времени им заняло до дойти? То есть, мы вообще ничего конкретного в этом не знаем, и это не зря. Это действительно не зря. Единственное, что мы знаем точно, это написано в Евангелии от Луки, по-моему, 2 глава, 23 стих. Иисус начал свое служение, был лет 30, и был, как думали, сыны Иосифов, Илеев и так далее. То есть, почему именно 30 лет, кстати, вот очень важный момент. Я этот вопрос выяснял. Одна из историй, почему это 30 лет, потому что священники в храме приступали к своему служению в 30 лет. Коины. То есть, Коин не мог становиться, Коин это первосвященник, он не мог стать священником, если ему меньше 30 лет. И, может быть, это один из вариантов. Потому что, почему иначе нам не говорили, что с ним было, когда он был 25 лет, почему не 27, это почему именно 30 лет, и он начал свое земное служение. Потому что, по обетованию данному, по пророкам, он должен был стать и царем, и священником одновременно. Видимо, это и было, ну, это и это служило, потому что описано именно 30-летнее его начало служения. Марк. Окей, да, я с тобой согласен, тоже важный момент. Опять-таки, я повторяю, что для тех, кто хочет действительно познать Господа, для тех, кто хочет познать Иисуса, я предложил все-таки сердце свое потрогать немножко, и, возможно, оттуда отзовется, ну, если я хочу познать, о чем Иешуа, потому что Иешуа – это спасение, это спасение мое. Это очень лично, индивидуально. Я всегда, мне говорят, вот ты не хочешь яро призвать человека обратиться к Господу. Я все-таки считаю, что Господу должны обращаться с сердца открытые. То есть, это настолько индивидуально, и я все-таки думаю, что не все, совершенно не все будут спасены. Это тоже в плане Господнем, мы это видим на протяжении всего Писания. Окей? Но все-таки Господь, Он – Иешуа, и Он жил, Он иудей, был, и, наверное, есть, и Он жил в иудейских традициях, это тоже очень важно понять, очень-очень интересный момент, что Папа Римский Аверик, кстати, что отныне антисемитизм приравнивается к греху. Окей? Да-да, совершенно буквально четыре дня назад это новое что-то, что Папа Римский сказал, что отныне антисемитизм приравнивается к греху. Можно ли молиться вот вопрос в чем? Вот. И теперь все-таки, наверное, давайте мы вернемся к Писанию и проследим, посмотрим, возможно, это будет интересно. Ты рассказывал про Вифлеем, рассказывал про само понимание, потому что для многих вот эта самая картинка, которая размещена там, где Иисус, Ешоа, она у нас мать, отец, волхвы, потом козы, овцы и так далее, скот, ну, это вот как-то тоже, кажется, какие-то есть антисемитские моменты, что Господа среди скота определили. Давайте мы все-таки возьмем, все, наверное, знаете, что Новый Завет не написан на русском языке, и даже не на английском, и даже не на иврите, и, ну, по крайней мере, в оригинале, с которого перевели, он написан на древнегреческом языке. Окей? Поэтому фраза Луки не было места в гостинице. Часто понимается нами современными людьми в том контексте, что Марии и Иосифу не досталось номера в местном отеле. Илтон Кинг-Девит в Иерусалиме. Да. Естественно, мы понимаем, что Вифлеем был маленькой деревушкой. Окей? И поэтому сомнительно, что там существовал какой-то отель. Понятно, да? То есть, ну, возможно, был какой-то там постоялый двор. Кстати, вот как-то работая в Шотландии, я тоже узнал, что по-шотландски, то есть на кельтском языке, постоялый двор называется Ин. Окей? Поэтому отсюда и пошли сеть. А ты Холиды Ин. Это информация. Поэтому и шлем был совершенно маленький деревень. так, это у меня завис или это у всех завис? Потому что тебя перестало быть слышно и видно. Я думаю, это у тебя что-то с интернетом у всех. Окей, хорошо. Подождем. Видите, даже выбил из интернета. Ничего, сейчас мы откроем место. Сейчас он зайдет заново. Я просто хочу при вас посмотреть на самом деле в греческом переводе что же такое на самом деле вот эта гостиница. Я просто сейчас открываю греческий перевод и мы найдем Лука Лука вот как раз подняли хорошую тему на самом деле хочется посмотреть. Лука вторая глава это был по-моему у нас шестой стих. Кстати, если у кого-то есть сейчас вопросы то самое время как раз эти вопросы задать. Вторая глава там Марк не появился пока. Нет, пока не появился. Ну, видимо, у человека проблемы с интернетом. Бывает, бывает. Тем более, что мы знаем, что у нас интернет это не наше. Интернет это все-таки мирское. Так. вот, кстати, я сейчас смотрю на перевод греческий. Здесь написано в гостевой комнате все-таки, а не в гостинице. Здесь написано в гостевой комнате. Здесь написано каталумати. каталумати это гостевая комната. Вот, и как раз, да, один из переводов это ин, как раз, к вопросу о том, что говорил сейчас Марк. Видите, не зря он это употребил. Гостиница, гостевая комната называется ин. Вот это очень интересно, кстати. Вот именно не в гостинице, а в гостевой комнате. теперь я бы хотел просто посмотреть на слово ясный. Слово ясный. Сейчас, секунду. да, слово ясный, это как раз ясный. Окей. Так, Марк у нас не появился. Сейчас мы будем выяснять, что с ним произошло. Тем не менее, вопрос о, отвечу пока на вопрос о том, почему Рождество празднуется именно в разное время разными конфессиями. Мы знаем, что первая церковь, она состояла в основном из евреев. И что такое церковь? Церковь в переводе с греческого языка это экклезия или собрание или сообщество. То есть, на самом деле, это никакое не здание, не институт, какое-то нерелигиозное учреждение, а это именно тело Христа, это собрание людей, которые являются последователями Иисуса Христа, последователями его учения. Так продолжалось примерно до 325 года нашей эры, уже по-григорианскому, естественно, лету и счастливе, до 4 века, когда император Константин захотел сделать христианство национальной или государственной религии Римской империи. Мы знаем, что сам Константин, он был язычником, он, кстати, так язычником и остался, я не думаю, что мы увидим его в числе спасенных, потому что он так и не стал на 100% христианином, то есть, скорее всего, он просто захотел чего-то монотеистического, хотя сам остался с языческими обычаями. Он созвал так называемый Первый Никейский собор, куда были приглашены епископы со всех уголков тогдашней Римской империи, и он сказал, что нам необходимо выработать какую-то концепцию, потому что до сих пор все жили по Ветхому Завету, плюс использовались различные книги, написанные апостолом Павлом, Петром, Иудой и Яковом, и вот это вот все, что было у разных церквей в разных местах. Кроме того, существовало катастрофическое количество совершенно гностических учений, которые писали там всякую ересь по поводу и Христа, и Марии, и всех, кого угодно, и Константин сказал, что нужно все это упорядочить. И был собран вот этот вот Никейский собор, там, если я не ошибаюсь, было 70 епископов, которые принимали участие в этом, они составляли так называемую каноническую доктрину церкви. И одна из доктрин была в то время доктрина из списка анафемы. Слово анафема или греческое слово анафема это сродни русскому слову искоренить. Есть такое же слово в ивритской Библии как карет, то есть искоренение. Вот список анафемы состоял из очень многих пунктов, в том числе одно из распоряжений императора Константина было искоренить из истории христианства вообще все, что связано с Израилем, с Иудеем и так далее. В принципе родилась тогда такая плотная теория замещения, что Бог отвернулся от евреев и на сегодняшний день еврейский народ был замещен церковью, теми, кто следует за Иисусом. Единственное, с какой проблемой столкнулось собрание 70 епископов в том, что если мы хотим полностью искоренить иудаизм из христианства, то придется отменить весь Ветхий Завет, потому что все книги Нового Завета постоянно обращаются к тем или иным писаниям из Ветхого Завета. И у них этого не получилось. Что произошло дальше? Дальше произошла очень интересная вещь. Праздники были заменены, это было просто. То есть там список анафом, например, звучало так. Если человек празднует на восьмой день после рождения мальчика обрезание, а не крещение его в купеле, анафема, если он празднует шавот вместо пятидесятницы, анафема, если он празднует субботу вместо воскресения, анафема, и так далее. Но при всем при этом Иисус оставался евреем, еврейским богом, иудейским богом, иудейским мессией, и Бог, он все-таки пришел сюда, чтобы спасти евреев, и все-таки никто не отменял, что евреи это избранный народ и царство священников. Что с этим делать? И вот тогда возникла теория, которая действует кстати до сих пор, которая говорит так, что все, что связано с иудейской традицией, можно теперь говорить применительно исключительно к апостолам. То есть с тех пор, как последний апостол умер, это был апостол Иоанн, умер на острове Патмос, все, все, что касается евреев, теперь можно относить только к Иисусу. Отсюда появилось, что вот мы празднуем и приведение Господа, внесение Господа в храм и его обрезание там и так далее. И это все называлось так называемой ортодоксальной ревизантийской церковью потом уже. С появлением различных ответвлений от ортодоксальной церкви, в том числе и православной, которая приняла на себя функции управляющей церкви в России, в частности, и она не подчинялась Константинопольской церкви, все вот эти вот праздники они уже исчислялись по тем календарям, которые были приняты в той стране. В частности, старорежимный так называемый календарь, по которой до сих пор живет русская православная церковь, он начинается не 1 января, фактически, он начинается, насколько я помню, позже, там 13 или 14 января, и исходя из этого и Рождество, соответственно, оно до того, за 8, за 8, соответственно, дней до этого дня, то есть, ну, там 6 на 7, кажется, если я не ошибаюсь, празднуется именно православная церковь, не потому, что это какое-то другое Рождество, и там родился другой Иисус, нет, просто, когда в 18-м году поменяли календарь, в 18-м и в 14-м, я не помню, Марк, заходи, нажимай на call-in, в 18-м и в 14-м году поменяли календарь, и он стал другим, то есть, он стал полностью адаптирован под европейский, то церковь, русская православная церковь поставила свой календарь старым, то есть, старорежимный календарь, поэтому мы отмечаем, да, Новый год по старому стилю, в России его называют Старый Новый год, именно поэтому Рождество, оно не 25-го декабря отмечается русской православной церковью, а 6-го, 6-го января, по-моему, 6-го, да, по-моему, января, и, соответственно, 6-го на 7-е, соответственно, все, что происходит в русском православном календаре, оно по датам отличается, пусть и Песох отличается, и Пасха, как ее принято называть, отличается от обычного григорианского календаря, который принят в всей Европе, другой причины нет, это не разные праздники, это один и тот же праздник, просто отмечаются по разным стилям именно церковной традиции, вот как бы ответ на вопрос Татьяны. Маркс, пока тебя не было, мы тут... Я так понял, что все, что я говорил, никто не слышал. Наверное. Я просто увидел, что ты завис, и у тебя пропал интернет, и я начал рассказывать про Никейский собор, отвечая на вопрос о праздновании Рождества и так далее, о том, как пытались искоренить все еврейское из христианства и так далее. Кстати, о птичках на Никейском соборе было запрещено присутствовать еврейским епископам, что самое характерное. Константин запретил звать на Первый Никейский собор еврейских епископов, только не евреев, то есть из бывших язычников, потому что его целью было именно как раз искоренить иудаизм. Ну, не получилось, потому что иначе пришлось выкинуть весь Ветхий Завет, а тогда бы и новый не имел значения. Поэтому, смотрите, у церкви, как у института, есть очень много очень темных и очень печальных страниц. Возьмите ту же инквизицию, которая, знаете, что такое инквизиция? Ну, мы говорим, что инквизиция это мучение всяких людей. Нет, инквизиция это специальное бюро расследований греховной сущности. Бюро расследований греховной сущности. Церковная FBI. Они ходили, выискивали ведьм, всяких там, те, кто утверждал, что Земля круглая. Знаете, откуда появилось, что Земля плоская? Потому что оно в Библии написано до края Земли. То есть у Земли есть край. То есть я считаю, что Земля плоская. Во многих переводах, кстати, и в английских тоже слово ракия, которое используется в первом году бытия, когда создал Бог небо и землю, там написано, что Он создал как бы эритвы, а ракия, ракия во многих местах переводится как твердь. И тогда те, кто протестовал против того, что небо твердое, соответственно, им тоже нужно было пройти через FBI церкви, вот эту вот инквизицию. То есть, короче говоря, много-много-много. Более понятное FBI. Не все знают, что такое FBI, да? А, FBI это бюро расследования. ФБР? ФБР, да. ФБР или ФСБ, наверное, так для кого-то понятно. ФСБ так не вмешивается, как ФБР вообще во все, что происходит. ФСБ чуть поскромнее, пожалуй, чем ФБР. Хотя тоже из той же оперы, но не важно как бы. Ну, в общем, есть у церкви, именем Христа совершалось очень много преступлений, было пролито невероятное количество крови, было замучено невероятное количество людей. Ну, это все как раз идет из толкований. Поэтому мы вот, я и начал, собственно говоря, беседы о Библии в свое время, вот 12 выпусков назад, чтобы донести хоть как-то то, что написано в Библии, а не в книгах о Библии. Потому что очень много христиан сегодня, особенно католических и православных христиан, живут не на Библии, а о книгах на Библии. То есть, они читают разные там богословские изыскания и так далее. Но я хочу напомнить, что богословские изыскания это изыскания людей. Тот же самый Павел, кстати, апостол Павел, был человеком, и многие гностики говорят, что он вообще был самозванцем, потому что он никогда Христа не видел, почему его называют апостолом. Потому что одно из условий назвать человека апостолом, он должен был при жизни видеть Христа. То есть, он должен был быть послан Христом. Написано в Писании и послал сих 12. Он не был апостолом, то есть, по гностическим всяким утверждениям, он был самозванцем по их же утверждениям. И почему мы должны верить Новому Завету, потому что он почти полностью, все книги Нового Завета написаны Павлом, почти все. Почему мы должны ему верить, а почему мы не должны верить другим богословам? Потому что богословы ссылаются в основном на других богословов. Вот так получилось. Далеко от раввинов, израильских, толкователей от православия и католицизма не ушли. Именно поэтому Мартин Лютер в свое время и высказал свой протест на знаменитом соборе, откуда и появились протестанты. Он сказал, мы хотим жить по Слову Божьему, а не по заявлениям кардиналов, которые только ссылаются один на другого. И его за это отлучили от церкви. На самом деле, не беспокойтесь, отлучить от церкви может только Бог. Никто другой отлучить от церкви не может, а он этого никогда не сделает, потому что он для этого послал Христа в этот мир, чье рождение мы празднуем в эти дни. И он его отправил на служение, и он его наблюдал со слезами на глазах, будем говорить так, его мучительную смерть и радовался его воскресенью. То есть именно для того, чтобы мы не ударялись вот эти различные толкования, жили по Слову Божьему. И поэтому мы сейчас говорим о том, что написано в Библии. Мы ни в коем случае не пытаемся говорить, что мы истинно в последней инстанции, нам тоже свойственно ошибаться. И апостол Павел пишет о том, что должны быть между нами разногласия. Может быть, мы в чем-то не совпадаем с мнениями Марка, предположим, или с мнениями других каких-то служителей. Но, по крайней мере, вот в этих беседах мы доносим, что написано в Библии. Потому что я общаюсь очень много с верующими, искренне верующими людьми, православными католиками, которые Библию практически, ну, не знаю, почти не открывают. Они в основном слушают проповеди своих кардиналов и иереев различных в своих церквях, что тоже хорошо. Я тоже знаю очень много православных священников, знаю двух католических священников. Здесь очень прогрессивные люди. Но они все-таки зациклены на доктрине общей церкви. То есть, где вот поклонение Богородице, там, иконам, мощам и всякому какому прочему. То есть, Библия, то есть, Слово Божие, это что на второй план? На первый план вышло вот это толкование. Да, Марк, ты хотел что-то добавить. Да, я хотел что-то добавить. Я хотел сказать, что согласен с тобой совершенно, что огромное количество служителей, но мы видим, вы знаете, этот год достаточно памятный. Если я сейчас затронул само понятие реформации, реформация, то есть Мартин Лютер, откуда пошли протестанты, то этот год очень интересен, потому что с тех пор прошло полторы тысячи лет. Друзья, полторы тысячи лет. Этот год обозначился очень мощным влиянием тех событий, которые были полторы тысячи лет. Вдруг огромное количество служителей, в том числе Папа Римский, вдруг стали реформировать свое понимание, не только свое понимание, а понимание конфессии. Друзья, это конфессия, это не какой-то там священнослужитель встал и сказал, а я вот думаю так. Это не Мартин Лютер, это совершенно и не Кальвин, и это не Папа Римский, это верховное лицо в конфессии под названием. Вдруг встает и говорит очень много вещей. Что-то спорное, что-то неспорное, но сам смысл в том, что вдруг он поворачивается к Иисусу, к Иисусу, как к еврею, и вообще к евреям, как к евреям объявляют, что это, скажем, основа христианства, и поэтому их не нужно заставлять переходить в христианство. Это опять-таки все с промо, об этом можно говорить, но в смысле я имел в виду происходят какие-то значимые события. Окей? Для многих из вас, наверное, вообще сложно понять, что уже было полторы тысячи лет назад. Полторы тысячи лет назад была очень такая интересная штука. Давайте я вам буквально в трех минутах об этом расскажу. Напишите, пожалуйста, вам интересно узнать, что было полторы тысячи лет назад в чате. Я хотел бы увидеть, что вы слышите, что вы интересуетесь. Да, Грузель написала «да». Кстати, вот по поводу гостиницы, я открыл аккорданс, посмотрел слово «гостиница». Каталама. Каталумати, да, это гостевой дом на самом деле. Или гостевая комната. Каталумати – это гостевая комната, «гэструм». Или второй ее перевод – это «инн». Секундочку, вы слышали, о чем я говорил, либо не слышали? Нет, вот до «инн» мы дошли и дальше перестали слушать. А, окей. То есть, будучи в Шотландии, я узнал, что такое «инн». «Инн» – это «постоялый двор». То есть, вся сеть гостиниц, «холидэй инн», «энни инн» и так далее, и тому подобное, огромное. «Инн» – это по-кельтски «постоялый двор». Да, но все-таки я это все пропущу. Кстати, вот слово, слово, которое использовалось как обозначение комнаты, комнаты, в котором родился спаситель, оно еще один раз используется в Библии, в описании, по-русски это «горница», там, где происходила «тайная вечеря». Там использовал Лука то же самое слово. Обратите внимание, это очень интересно. Вы не слышали, я рассказывал про программу «Аккорденс», но я не буду повторяться. То, что мы тоже сейчас с Авиэлем вместе изучаем, это просто какое-то сумасшествие, но это мощнейшая программа из тех, которых я когда-либо видел, тысячи книг о христианстве. В ней собраны, можно делать анализ, академические исследования. Я думаю, что все докторские диссертации защищены на базе этой программы. Это что-то мощнейшее в области вычислительной какой-то индустрии сегодняшней анализа. Но все-таки, что же происходило полторы тысячи лет назад? Полторы тысячи лет назад происходило то, что нам сегодня очень сложно вообще представить. Библию невозможно было иметь не то что каждому желающему, Библию невозможно было иметь и желающим. Потому что не было печатных станков. Окей? Это было очень дорогое удовольствие иметь Библию. Но предположим, что вдруг Людмила, Людмила, правильно я читаю, которую написала «Расскажите, либо Гузель, которая захотела узнать, вдруг вы, дорогие девушки, решили полторы тысячи лет назад вы с деньгами, и вы русскоязычные люди, неважно, немецкоязычные, франкоязычные, решили приобрести Библию. Есть у вас деньги на это, окей? Вы приобрели толстую, большую книгу, там, 5-6-7 килограмм от руки написанную, и на этом все. Потому что для того, чтобы прочитать Библию, нужно было… Такой толщинник, примерно. Да, приблизительно, да. Для этого вам нужно было знать латынь. Латынь и никакого другого языка не было. Кстати, вы знаете, 25 лет назад, 25, ровно 25 лет назад, у меня все это тоже издата, определенная. Да. Я даже не подумал как-то об этом. Так получилось, что я принял Господа, это происходило на острове Крит, ортодоксальная академия острова Крит. Крестным моим был генеральный директор академии, куратор всей теологии Греции на протяжении 20 последних лет, на тот момент, Александр Пападерос. 25 лет назад это произошло. Это происходило в церкви Кирилла и Мефодия. Обо мне даже вышла статья, потому что греческий военно-морской флот для меня делал купель, то есть в который меня окунали, да, из нержавейки, хотя академия находится на берегу Средиземного моря, буквально 150 метров, но понимаете, что 24-25 декабря водичка несколько была прохладной, поэтому сделали огромный, огромный такой купель из нержавейки, куда, из нержавеющей стали, куда меня окунали, если я помню, это обряд бобтазил меня епископки Замовски. Вот, вот так это все происходило. Очень интересно. Так вот, кстати, тогда Александр Пападерос написал такую вещь, ты знаешь, что последний перевод Библии с древнегреческого был сделан на гречески, на ново-гречески. Говорит, это был огромнейший проблем, потому что греки практически не понимали те, на древнегреческом. Вот тот язык, который мы изучаем с Авиэлем, я, кстати, ждал этого курса древнегреческого, я надеялся и думал, что какие-то мои познания греческого языка мне помогут. Они помогли только буквы, да, ничего. Помогли только буквы, потому что совершенные значения слов, которые я знаю, они другие, и так далее, и тому подобное. Вот представьте, что Людмила и Гузель получили долгожданную Библию, выложив за это какие-то сумасшедшие деньги открыли, а там все на латыни. И вы совершенно ничего не понимаете. То есть вы представляете для того, чтобы священнослужитель, тот же Мартин, Лютер и Бакальвин, или какие-то другие священнослужители, могли читать Библию, читать, между читать и понимать, есть длинный мост, длиной в жизнь. Они должны были в совершенстве знать латынь. Окей? И простой люд, простой народ, даже простые священнослужители не знали, Гузель, поддерживаю вас, не знали, что же написано в Библии, чем они пользовались. Они пользовались постановлениями, трудами, работами, текстами. Никого? Папы Римского. И кардиналов. И кардиналов. И все пониже спускающийся. То есть все базировались на том, что напишет очередной Папа Римский, либо угодный на тот момент Папа Римский из прошлого. Это политика. Так вот, вы понимаете, что между Богом и той церквью того времени был большой ров, пропасть. Вот так вот. И, конечно, были священнослужители, которые понимали это. Которые понимали это и вот тот самый момент, когда Мартин Лютер прибил, прикрепил к стене храма 90-го. Проходить, чтобы читали. Да. Своих тезисов. Окей, это было такое, знаете, революционное восстание против того, что он обнаружил. А в двух словах, знаете, что он обнаружил? Он обнаружил то, что труды Папы вообще не соответствуют Библии. То есть, просто от себя тена. То есть, он вообще во всем этом засомневался. Естественно, почувствовал, я так думаю, что Господь избрал этого человека. Мы можем с ним соглашаться, мы можем не соглашаться, но тот факт, тот толчок, который произошел тогда, в общем-то, наверное, Господу надоело смотреть на все это на протяжении 500 лет. Он сказал, все, хватит. Сейчас на это есть несколько человек, которые запустят механизм возрождения, учения Ешо. И что сказал Материн Лютер, тоже важный момент, он сказал, что без изучения Торы и Танаха невозможно понять смысл Нового Завета. Это революционно было по той простой причине, потому что на тот момент любое упоминание Торы и Танаха объявлялось как иудействующее. Анафема. Да, анафема и предавала анафеме, и вообще можно было жизнь закончить под пытками либо на костре. То есть это очень важный момент. Конечно, на тот момент было уже наделано на рублено очень много дров, и Мартин Лютер не был антисемитом, он наоборот хотел нести слово Божье евреям, однако представьте такую вещь, что евреев сжигали, выжигали, высылали, закапывали, уничтожали, скармливали львам на протяжении 500 лет и вдруг пришел какой-то там из тех, кто руководил, ну, не лично он, но все-таки из той же организации начинает предлагать мир. Ну, как минимум, это я бы воспринял как какую-то очередную попытку привести мой народ к смерти и к погибели. Окей, соответственно, его евреи слушали, но не принимали все его чистосердечные, я надеюсь, предложения. Ну, конечно же, отсюда и зародился у Мартина Лютера антисемитизм, потому что он очень разочаровался в том, хотя я уверен, думаю, что он был в какой-то момент, в какой-то там первый год-два достаточно искренним и открытым. Но все-таки не нужно забывать, что мы живем в мире духовном, кто-то принимает, что раз есть Господь, значит, есть и тот, кто против него враг. Вот, и поэтому мы все-таки живем в том месте, где правит князь мира сего. Окей, это нужно понимать и без покрова Господня, без того, чтобы Господь нас защищал, наверное, очень сложно жить. Так вот, это было полторы тысячи лет назад. Обратите, прошло полторы тысячи и огромное количество изменений уже наступило в этом году. По сути, по сути, я хотел бы сказать, что этот год тоже год начала какой-то новой реформации. Естественно, что это к чему-то приведет. То есть появились какие-то в этом году были проведены симпозиумы, конференции христиан и иудеев, которые были именно под флагом, ну, если не примирения, то взаимопонимания. И, в общем-то, это большой шаг. Я думаю, что это приведет только к укреплению Царства Господнего на земле. И это очень важно. Но все-таки мы говорим про Рождество. Да, Виль? Да. Я хочу продолжить чтение Евангелия от Луки 2 главы. Мы остановились с вами на том, что пастухи были в той стране, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал перед ними ангел Господень. Вы знаете, вот это слово ангел Господень употребляется в Библии очень часто, в Ветхом Завете особенно, когда людям являлся, являлась сущность, как то было с Иисусом Новином и как то было с Моисеем, когда являлась сущность, потому что Бога видеть мы не можем. Но представляете себе, смотрите, я прямо сейчас говорю, у меня мурашки похожи. Вот у кого рождались, особенно мужчины меня поймут, у кого рождались дети, у кого рождался первенец, они выходили на улицу и говорили, я папа, у меня родился сын там и так далее. Бог не мог предстать перед людьми и говорить им, потому что каждый, кто видел бы Бога, он бы умер прямо на месте, а ему это не нужно, ему нужно просто показаться им и первым к ним явился ангел Господень, который есть сущность, Бог, то есть он говорит устами Бога и говорит, и слава Господня осеяла их, то есть где мы еще читаем о славе Господне, только в храме, только в присутствии Божьем, и слава Господне осеяла их. Овелий, я хотел бы, хотел бы, наверное, здесь сказать, что когда мы говорим слава, поскольку мы русскоязычные люди, когда мы говорим слава, нужно четко понимать, что это означает, то есть это не не слава в том понимании, как вот слава КПСС, даже слава Богу, совершенно нет, слава это конкретное физическое происходящее. окей, опять у нас Марк пропал, да, это так и есть, на английском языке это называется glory, слово слава называется glory, на греческом языке это называется, на греческом языке это называется как присутствие, что ли, действительно, присутствие Божие, будем так говорить, присутствие Божие осеяло их, потому что здесь на самом деле был Бог, Он пришел объявить, и смотрите, что Он говорит, и сказал им ангел, а, и убоялись они страхом великим, когда мы читаем, опять же, греческий вариант, когда, что значит, убоялись страхом великим, там написано фобон меган, то есть, это, именно, как это сказать, это даже не, не боязнь чего-то, да, там, ой, страшно, а это действительно великий страх, то есть, до паники просто, да, почему следующим словом будет следующее, и ангел сказал им, не бойтесь, да, ангел сказал им, не бойтесь, да, то есть, он увидел, что они, они его боятся, они боятся его присутствия, и он сказал им, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, конечно же, он не сказал слово Христос, потому что тогда, в те времена, ходили люди, говорящие на арамейском и на иврите, и мало кто в Вифлееме говорил на греческом, он произнес слово Машиах, да, Христос, это Машиах, поэтому мы видим даже в пророчестве у Даниила, у Даниила, в 9 главе, там говорится о Христе, то есть, будет написано, придет Христос, и будет убит, и не будет, имеется в виду не Христос, Иисус Христос, имеется в виду Христос Спаситель, мы уже говорили, что до рождения Христа никто не знал об имени Бога, и Христос в данном случае это Машиах, и Господь в данном случае, это, опять же, неправильный перевод на русский язык, потому что здесь идет именно речь о том, что пришел человек, помазанный Богом, пришел человек, который был помазанный Богом и сам являлся Богом, то есть, здесь, как бы, ну, очень тяжело перевести видео на русский, я понимаю, те, кто переводил греческий язык, но здесь, видимо, и будет, наверное, самым уместным уместным словом будет господствующий, господствующий, являющийся Господом помазанник, Маши, вот Христос, слово Христос, это перевод этого слова, как Маши, помазанный, и вот он говорит, ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь, это то самое, что обещал Бог именно в Новом Завете своем с Давидом, что когда-нибудь родится человек, который будет царствовать вовеки, вовеки, и он сам, Бог будет ему отцом, и дальше он говорит, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и дальше написано в 13 стихе, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение, то есть мы говорим с вами о моменте, когда Бог просто в радости от того, что у него родился Сын на земле, он его, он знал, чем закончится его земной путь, он для этого, собственно, и был судопознан, и даже если бы евреи признали его как Мессия, они все равно должны были отправить его на смерть, должна была пролиться бы кровь, потому что мы читаем, что без пролития крови нет прощения грехов, и в данном случае мы видим, что Господь сам возвещает людям, находившимся там, пастухи, не зря он выбрал именно пастухов, потому что пастух заботится о своем стаде, пастухи обычно это люди очень добрые, очень добросердечные, пастух, злой человек не может быть пастухом, и он выбирает пастухов, чтобы сообщить им о том, кто этот Спаситель, где они его найдут, и почему они пошли туда, и вот мы сейчас говорим о том, что рисуют изображение, где есть ясли, как ясли, да, где есть там домашний скот какой-то в этих, и стоят пастухи, и волхвы, почему он призвал именно пастухов, и почему он призвал волхвов, ведь мы читаем на протяжении всего Писания, что Бог не любит волхвователей, он не любит тех, кто колдует, он не любит вот этих вот людей, которые относятся к Богу как к чему-то, что можно воспринимать как Бога, как к идолам, и при всем при этом выбирает именно волхвов, которые были мудрецами, их еще там называют в некоторых местах, они были мудрецами, они знали, что рождение Господа Иисуса предвещает спасение всему миру, и в тот момент, когда они пришли в Вифлеем и зашли в эти ясли, увидели знак, да, младенец, лежащий в яслях, что такое ясли? Это кормушка на самом деле, это всего-навсего кормушка в в стоили там, или там, где еще там может быть кормушка, и они, он призывает пастухов, то есть людей добрых сердцем, которые каждый заботится о стаде своем, каждый заботится о каждой овечке в своем стаде, и призывает мудрецов от язычников вообще, которые пришли и увидели, что родился властелин мира, помните, в пророчестве у Исаии родится и будет он властелином мира, и он призывает этого, этих волхвов, этих мудрецов для того, чтобы они пришли и прославили Сына Божьего, и они принесли ему драгоценные дары, которые в пересчете на сегодняшний день люди там исчисляют, что же это были за дары такие, сколько же они стоили, это несметное богатство, которое они ему принесли, просто несметное богатство, и вот смотрите, кого Бог выбирает для благовествования рождения Спасителя, Он выбирает пастухов с добрых сердцем и языческих мудрецов, языческих мудрецов, не своих, не израильских, языческих мудрецов, и весь народ израильский при этом знал, что должен народиться царь, и когда эти мудрецы пришли к Ироду, они пришли к нему и сказали, что родился царь, и все пришли в беспокойство, не только царь, но и весь город пришел в беспокойство от того, что родился царь, они сами забеспокоились, что-то пришел делать революцию, и этот младенец пришел делать революцию, он пришел поменять все, что в этом мире есть, он не насаждал новую религию, он проповедовал иудаизм от первого своего дня служения и до последнего. Он не насаждал новую религию, он не изобрел церковь как институт, он не насаждал Папу Римского. Он просто пришел сюда и рассказал, что такое Слово Божье каждому из нас. Он положил на сердце наше этот закон, и мы его соблюдаем в сердце нашем, и не более того. Мы просто принимаем его верой, мы знаем, что в этот день родился нам Спаситель, в этот день родился человек, который на 100% человек, на 100% Бог, который пришел сюда, чтобы каждый из нас имел возможность спастись и иметь жизнь вечную с Богом, а не смерть вечную с врагом его. Марк, ты вернулся. Бару-хаба. Спасибо, да, я уже на другом компьютере. Как меня слышно? Тебя слышно отлично. Замечательно. Да, вдруг Windows у меня решил на лэб-топе перегрузиться, сделать апдейт, и этого не понял. Как всегда говорил с кем-то, как только я сказал, что существует духовный мир, я надеюсь, вы слышали про это. Да, то очень так же духовный мир сразу же себя проявил. Да, сразу, да. Закрыть мне рот, потому что то, что крадет враг умело и здорово, это слово. Окей? Поэтому, друзья, моя рекомендация, если вы вдруг что-то вот такого услышали внутри себя, в своем сердце, сразу запишите, потому что потом это будет вытертый испанец. Уверен, у вас есть свой жизненный опыт очень хороший. Вот я услышал о лепсхо, какую вещь, что Господь посылал неосячников для того, чтобы они приносили есть какую-либо. И вы знаете, почему? Есть подтверждение, потому что в Верхом Завете есть четкое определение Эйннави-Ийро. Вы все знаете прекрасно эту русскую пословицу, точнее, переведенную на русский язык, но знаете, что это из Верхового Завета. Нет пророка в своем отечестве. В оригинале, конечно, Эйннави-Ийро, нет пророка в своем городе, окей, но это означает нет пророка в своем отечестве. Это очень важный такой момент. Кобей, пожалуйста. Да, кстати, это не первый раз, когда мы видим подобные деяния Господни. Они на самом деле поистину написаны «Мои мысли, не ваши мысли, и пути мои, не ваши пути». В книге пророка Ионы мы видим, что Иона прятался от Бога, или даже он не от Бога прятался, он пророк, он понимает, что от Бога спрятаться невозможно, он прятался от лица Божьего, написано «Мипне Иллоим», от лица Божьего прятался. И он спустился в трюм этого корабля, и к нему приходит капитан этого корабля, язычник, и говорит ему «Встань и иди». То же самое, что сказал ему Бог в самом начале «Встань и иди», но он не послушался, но когда он послушался Слова Божьего, когда Бог послал к нему язычника, который ему сказал «Встань, иди, помоли своему Богу». И тот встал, пошел молиться своему Богу, потому что он понял, что даже через язычников Господь все равно достает его до его ушей своим словом. Поэтому в данном случае, да, здесь был двойной смысл напомнить о том, что такое мы уже видели в Ветхом Завете, и напомнить о том, что мы уже видим это в Новом Завете. Даже у пророка Даниила, кстати, когда вавилонский царь сказал всем поклоняться Богу Даниила, потому что он есть Бог всемогущий, опять же, кто говорит, язычник, евреи, которые там жили, вполне возможно восприняли его запрет не молиться Богу, и только один Даниил остался праведником. Но, кстати, пророком он себя Даниил не называл, Даниил не был пророком настолько, насколько другие пророки, но поскольку он имел общение с Богом, его причастили к пророкам. Продолжаем читать Евангелие от Луки. Когда ангелы отошли на небо пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. Пастухам возвестил Господь. Мы говорим, Бог не разговаривает с простым людям, да, он только через священников там или через пророков. Вот, пожалуйста, простые пастухи сидели себе ночью, никого не трогали, охраняли своих овец, и вдруг является им Господь и с ними общается и говорит им, возвещает им что-то. И поспешив, пришли и нашли Марию Иосифа и младенца, лежавшего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им и младенца сём. И все слышащие явились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария все слова сии слагая в сердце своём. И возвратились пастухи, славе и хваля Бога за всё, что слышали и видели и сказано было им. По прошествии восьми дней, когда он бежал и был обрезан младенца, дали ему имя Иисус, наречённое ангелом, прежде зачатия его во чреве. И вот на этом, пожалуй, стоит уже подробнее остановиться и на этом закончить, потому что на самом деле, да, мы видим здесь вот в этой короткой, в этом коротком отрывке главы осуществление всех пророчеств, которые мы читали до сих пор о пришествии Иисуса, включая и те пророчества, которые разглядели пастухи в том, что сказал им Господь, и включая то, что Иисусу было наречено имя Его, только в день обрезания, потому что никто не должен был знать, как на самом деле зовут Мессию, потому что иначе, я вам говорю, каждая еврейская мама назвала бы своего ребёнка именно так, как это было написано, например, Иммануил, да, или, например, Авиад. Авиадов у нас сегодня много и Иммануилов у нас сегодня много, и у нас даже есть дети, которых называют Машех, у нас есть много людей, имя которых Машех, но тем не менее, мы знаем, что Мессия Он один, и этот Мессия, слава Богу, родился нам примерно в 2019 лет. И этот Мессия пришёл сюда, чтобы спасти каждого из нас, чтобы избавить нас от грехов, и каждый из нас, будучи он евреем, и как написано, что Бог оправдывает евреев через веру, евреев по вере, да, обрезанных по вере и не обрезанных через веру, мы сегодня все получили этого счастья, этого благоволения Божьего, мы получили Мессию себе в жизнь, мы живём с Ним, Он находится с нами, не важно, что Его сегодня земной путь закончен, до поры до времени, пока Он не придёт ещё раз, но мы сегодня празднуем факт рождения Мессии как исполнение всех обетований Божьих, и можем сегодня смело говорить Бог верный, Эль-Нейман, и я хочу всех поздравить с Рождеством, если у вас есть вопросы, вы можете их написать в чате, я хочу, чтобы Марк за нас помолился сегодня оттуда, с высоких-высоких голландских высот, где он сейчас находится, оттуда, с севера, откуда говорили, что может ли что хорошее быть из севера, из Назарета, ну вот, видимо, может быть, Марк у нас с севера, из Назарета, или с севера, Иисус был с Назарета, и как человек северный, помолись за нас, пожалуйста, за нас и за всех, кто сейчас слушает, и будет слушать запись этого нашего эфира. Окей, я не из Назарета, я не из голландских высот, я живу на севере, и, кстати, сегодня утром была температура плюс один, вот так что, я граждал в том месте, там где есть зима, весна, лето и осень, где-то чутко распределяется, цвету деревни, желтые листва падают. Я хотел бы сказать о Рождестве. Я хотел бы задать всем, кто сейчас меня смотрит, кто меня видит, один вопрос. Молитесь ли вы? Ну, пишите, пожалуйста, да, да, нет, нет. Молитесь ли вы каждый день? Это тоже важный момент. Если вы молитесь, я думаю, что вы говорите такие слова приблизительно, плюс-минус, слава Господу, что ты нам дал спасителя. Когда вы говорите, слава Господу, что ты нам дал, нам дал. Паради. Пусть мы каждый день в своих молитвах вспоминаем о Рождестве Спасителя. Людмила, замечательно, что вы это написали. Это говорит о том, что ваше сердце еще открыто. Это очень хорошо, потому что я хотел бы сейчас сказать, что в каждой вашей молитве Бога за ту возможность, которая есть. Возможность, которую он нам дал, сделал самую большую жертву, которая есть в истории всей Святой Игорь, всего Писания. Потому что каждый день, говоря об этом, благодаря Господу об этом, мы празднуем в своем сердце Рождествен. Когда придет Спаситель, когда придет Мессия, он придет как хозяин. Он придет, как в той песне. Без нашего спроса сам зайдет. Расставит столу, накроет столу. И сам, совершенно сам, лично пригласит всех верующих в него на этот самый брачный первый. Я хотел бы еще раз напомнить, что когда мы говорим о религии, мы не говорим о вере. И когда мы говорим о вере, мы не говорим о религии, как и совершенно разных вещей. Потому что когда мы говорим о вере, это то, что нужно Господу. Господу нужна наша вера. Возможно, Господу не нужны наши знания в том объеме, в котором мы с вами, например, их имеем, но мы люди, которые, как червячки люди, будем находить истину. Это причина нашего жажда нами знаний. То есть мы не хотим ошибочно как-то верить. Окей? И мы изучаем слово, мы изучаем истину. Помните, Иисус сказал, я из ваших пути истина. Это очень важно. Очень важно быть на... И жизнь. И жизнь, да. Мы должны быть на правильном пути. И фонарь как истина должен освещать этот путь, чтобы познать жизнь вечную. Аминь. В этот день я хочу вам всем пожелать, чтобы ваши светильники были полны масла. Чтобы ваши светильники были полны веры. Чтобы вы не уподобились тем пяти делам, которые попросили одолжить масло. Невозможно одолжить веру. Я не могу попросить Алиэля. Дай мне чуть-чуть своей веры. Не бывает такой. Во-первых, он не даст. А во-вторых, это невозможно. Это слишком личное между тобой и Господом. Я хотел бы в этот день сказать в этом эфире всем людям, чтобы они свято хранили вот это масло в своих светильниках. Потому что, когда придет жених за своей невестой, не знает никто. Здесь я хочу упомянуть очень важный момент. Опять-таки, момент еврейский. Из еврейских культур. Потому что, если Бог, Господь, Бог, Он Отец, то сыну не положено знать по еврейской традиции, когда его папа решит, что ему пора жениться и идти за невестой. Потому что папа должен полностью, отец должен полностью подготовить своего сына, жениха к очень ответственному моменту. К созданию своей собственной семьи. В словках царства. Потому что я в своей семье царь. Потому что только я отвечаю перед своим папой. Я отвечаю перед Богом за свою семью, за свою жену, за свою благословенную. Я отвечаю за своим языком. Я, как отец, как муж. Поэтому, для того, чтобы вы понимали, что такое действительно есть. Никто не знает, как же важно было. Вот нам сегодня, в этот день, важно знать, куда же родился Ешо. Точно так же было важно знать тем ученикам Ешо, с которым он прощался. Когда же ты вернешься? Он говорил, никто не знает, а он где и часы. Только отец мой знает. То есть, понимаете, откуда это все идет? Это идет из тех еврейских традиций, то бишь законов, определенных существовавших в вашем еврейском обществе, которые евреи хранят тысячелетиями, замечу. И только по решению папы, отца, заключался брак, и, соответственно, было дамо благословение на то самое свадебное пиршество. То есть, то самое пиршество, которое мы ожидаем. Знаете, все очень быстро меняется. Я уже на протяжении последних двух лет, наверное, говорю, что 2015 год будет потом совершенно невообразимым. Вы видите, сколько всего происходит. Просто происходит как будто 35 кадров в секунду. Все слишком быстро происходит. Ну так, как мы привыкли 24. Наверное, все будет происходить еще быстрее. И для того, чтобы мы не потерялись, для того, чтобы мы не потерялись в этих кадрах, для того, чтобы никто не смог вырезать наши души, наши жизни из того фильма, который будет подключен на том самом пиршестве, мы должны употреблять нашу веру в ежедневных молитвах, в ежедневном понимании, что когда придет Господь, произойдет не по объявлению, и так продаются билеты, 25 декабря 2016 года придет Господь. Нет, разверзнется небо. Это произойдет в мгновение. И, поверьте, в этот момент ни у кого из вас, ни у кого из присутствующих и яро верующих во что-либо, что они придумывают из себя, не будет времени сказать, «О, Господь, вы меня так сказали, меня так научили». Вот в книжке такой-то автора такого-то, там Августина либо Дютера, либо кого-то, либо Марк, как сказал, либо Авель, вот я не понял, я не успел, вот давай разве, не путь. Все будет происходить очень быстро, в мгновение ока. Поэтому держите свои святильники полное масла, ибо когда придет жених, в эту секунду кто будет готов, чей святильник будет гореть, тот и пойдет на свадьбу первых. Того Господь и заберет в сапу. Все остальные, к сожалению, пойдут переносить все то, что в плане Божьем. Окей, в этом мы можем только догадываться. Я хочу помолиться за вас, помолиться за всех вас, помолиться за ваши семьи, помолиться за ваши души, за ваши сердца и сказать отец, Господь наш, я прошу всех вас, сейчас, друзья, кто меня слышит за полциклаза, выключите все, что вам мешает, отключите телевизор, наверное, не отключайте интернет, потому что вы меня не услышите. Включите свое сердце и давайте вместе помолимся. Отец наш Небесный, Илья Нашима, Господь наш, мы приходим к тебе сейчас в эту минуту и пусть наполнит наши сердца Духом Святым, Духом Святым, который откроет нам Духом Святым, наполнит наш разум. Господь, мы празднуем Твое Рождество каждое тело, потому что мы осознаем, что самая жертва, которую Ты дал для спасения нашего, для спасения нашего. Ты дал с рождением Спасителя. Ты нам дал это самое Ешуа, это самое спасение. Это самое спасение в Ешуа, который прошел свой путь, тяжелый путь для личного его спасения. Господь, я понимаю, что тот путь, который прошел и швы, тобой предначеркнул и запланировал. Он также есть путь наш, также есть путь мой. Тяжелый, с переживанием, с радостями, с открытием, Господь, я благодарю тебя за каждый день, тебя пришло. Я благодарю тебя, Господь, за каждый день, который ты нашему себе, мои дети, моему родицу. Господь, я прошу, пребывая со мной до скончания его. Я прошу, Господь, пребывая со мной и прощая жертву свою Христом об этом крови. Господь, прости все мои грехи. Я прошу, что если кто-то еще из вас, кто-то еще из вас, у которого сердце открывается сейчас, впустил в него Господа, впустил своего Господа для своего же спасения, чтобы Он, Господь, царствовал в вашем сердце и на веки был тем самым спасителем и единственным, который может вас привести в жизнь вечную. Я прошу, Господь, дать нам всем разум и прошу, Господь, чтобы все, кто меня сейчас слышит, были исцелены. Господь являет чудеса, чудеса исцеления всем нуждающимся в этих чудесах. Господь не раздает чудеса, мы это знаем, Он не фокусный, но Он тот великий запутливый Отец, который приготовил для нас спасение. Возможность быть исцеленными очищенными от сверху, нужно ли открыть лишь свое сердце и впустить в него Господь. Понять Сам Сын Святого Бога. Аминь. Будьте счастливы. Аминь. Господь и празднуйте Его Рождество каждый Божий день. Аминь. Спасибо, Марк. И я хочу закончить нашу сегодняшнюю беседу о Библии и благословении Маарона, которым Господь велел благословлять всех сынов Израиля. И поскольку мы с вами являемся наследниками обытования Авраама, неважно, мы являемся ли мы иудеями или нет, и тем не менее, принимайте это благословение и пусть Господь и пусть ион свиршит вашей жизни сам иврегич иудеса. Ибаррехеха Адонай иишмиреха. Яэр Адонай ипанав илеха. Иса Адонай ипанав илеха иясем леха шалом. Вашем Иишу амеших, молех амолахим, молех של כל העולם. Аминь. 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 И наверное вот это благословение которое сейчас вы все получили, храните его потому что вы сейчас его услышали практически на том языке на котором говорили апостолы на котором говорил Иишу Аминь. Счастья вам всем. Счастья. Благословения. Благословения. Аминь. Спасибо за приглашение. Красивого и верного Рождества всем. Будьте благословенны. Пока. Пока. До свидания.